Я рада вас приветствовать на моём канале. Очередной день Страстной Седмицы назван Великой Пятницей. С этим днём связано множество традиций и примет, которые соблюдают верующие. Священнослужители напоминают о важности этого события, которое предваряет Великий Праздник Светлой Пасхи. В этот день христиане испытывают скорбь и печаль, вспоминая тернистый путь Христа. Церковь наставляет верующих сосредоточиться на духовных ценностях, воздерживаясь от светских рассуждений. В Страстную Пятницу в храмах проходят три особые службы, посвященные страданиям и распятию Иисуса Христа. Согласно Евангелию, именно в 15.00 Христос умер, поэтому это время считается началом вечерней службы. Во время этой службы из алтарной части храма выносят полотно с изображением Спасителя, символизирующая плащаницу. Ночью, в Страстную Пятницу, совершается молитва Великой Субботы, во время которой проходит церемония погребения плащаницы. Это полотно в течение почти трех дней должно находиться в центральной части храма. В этот день верующие придерживаются особо строгого поста, воздерживаясь от еды и напитков до момента вынесения плащаницы. После начала службы разрешается есть постный хлеб и пить воду. В Страстную Пятницу существуют многочисленные запреты, нарушение которых считается неуместным. Чего же не рекомендуется делать в Страстную Пятницу? Шутить и развлекаться. Подобные виды развлечений могут быть приняты за неуместные, поскольку этот день имеет особое духовное значение. Нельзя употреблять пищу до выноса плащаницы. Нельзя в этот день работать и заниматься домашними делами. Это время для духовной рефлексии, поэтому лучше воздержаться от активных трудовых действий. Нельзя выполнять ремонтные или строительные работы. Это может быть воспринято как некорректное действие в этот святой период. Нельзя проводить праздничные мероприятия, такие как дни рождения, свадьбы, юбилеи. Страстная Пятница имеет духовное важное значение, поэтому рекомендуется воздержаться от праздничных событий. Нельзя в этот день испытывать зависть, злобу, высказывать злословие или создавать скандалы. Это может исказить духовную атмосферу этого дня. Соблюдение этих запретов способствует созданию благоприятной атмосферы для размышлений и духовного восстановления. На Страстную Пятницу веруют в различные приметы, которые могут предсказывать будущее. Одна из таких примет гласит, что взглянув в окно после пробуждения, можно понять, каким будет следующий год. Если в окне появится молодой человек, это может означать приближение свадьбы. Пара, которую вы увидите, может оговорить о пополнении в семье или возвращении родных после разлуки. Встреча с молодой женщиной сулит спокойный год, тогда как встреча со старшим человеком или инвалидом может предупреждать о возможных проблемах со здоровьем или неудачах в делах. Также, если первой увидите кошку, может символизировать появление денег, а собаке – несчастье, птиц – новое знакомство. Также внимание уделяют сновидениям в ночь на Страстную Пятницу, считая их источником предсказаний. Погодные приметы также имеют значение. Ясная погода и солнце в этот день могут указывать на обильный урожай хлеба, приятную весну и благоприятное лето. Страстная Пятница – это день Страстной Недели, и он считается самым траурным. Христиане вспоминают распятие Иисуса Христа. В этот день нельзя заниматься домашними делами – убирать, стирать и шить. Нельзя ссориться и ругаться. Испеченный в Страстную Пятницу хлеб по преданиям никогда не заплесневеет. Хлеб, сделанный в этот день, наделялся особыми целительными силами. Его давали больным для избавления от недуга. После церковно-пятничной службы из церкви принято приносить в дом 12 горящих цвечей. Свечи нужно поставить в доме и дать им догореть до конца. Это принесет счастье и благополучие в дом на следующие 12 месяцев. А Великой Страстной Пятнице служено много народных примет и суеверий. Этот день считается особым. Можно привлечь в дом благополучие, избавиться от порчи, сглаза и болезней. Считается, что если стиранное белье повесить в этот день сушиться, то оно покроется кровавыми пятнами. Считается, что освещенные в Страстную Пятницу кольца станут сильным оберегом от всех болезней. Петрушка, посеянная в этот день, дает двойной урожай. Остальные растения сажать запрещается. Если в Страстную Пятницу отлучить младенца от груди, то, согласно примете, он вырастет сильным, здоровым и счастливым. Если на Страстную Пятницу звездное небо, то это осулит богатый урожай. В этот день можно определить, нет ли в доме заговоренных вещей, так называемых подкладов. Для этого нужно принести с церковной службы свечку и пройти с ней по всему дому. Там, где свеча будет потрескивать, и есть нехорошее место, полное негатива. В Страстную Пятницу хозяйки пекут Пасхи. Считается, что если приготовить именно в Страстную Пятницу, то она не заплесневеет и не испортится. Перед тем, как замесить тесто, нужно прочесть молитву и попросить у Бога благословения. А выпекать Пасхи в Страстную Пятницу нужно в тишине и одиночестве. Если Пасхи получаются красивыми и румяными, это осулит счастье и благополучие. А если подгорят, остерегайся неудач. Сегодня нельзя стирать и сушить белье, оно все равно не отстирается и останется грязным. Приметы говорят, что сегодня не запользоваться острыми предметами, ножами и вилками, так как это принесет большую беду человеку, который нарушит этот запрет. Если не есть ни кружки в этот день, то Господь простит те грехи, в которых человек покаялся во время последней исповеди. Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки. По поверью, тот, кто в Страстную Пятницу выпьет алкоголь, привыкнет к нему до конца жизни. Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры. По христианской традиции, предпоследний день пасхального поста принято проводить в покое и в молитвах. Я желаю Вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok